Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я прохожу проект игрока Дорожные рекордсмены в аренду. Как и в прошлый раз, планирую пройти все испытания на три звезды. Ну, а если получится, даже побью чей-то рекорд. Сам проект находится в центре Эдинбурга. Проект предлагает вам открыть сервис аренды гиперкаров, который стоит 100 тысяч кредитов и будет приносить ежедневную прибыль. От вас же потребуется обкатать 10 автомобилей перед передачей их клиентам. Что ж, начнем. И первый автомобиль это Lamborghini Veneno. Lamborghini Veneno Roadster переносит аэродинамическое совершенство гоночного прототипа на обычную дорогу. Эта машина отличается превосходными обводами, а на трассе ведет себя как чемпион. Эта мечта любого водителя доступна в Дорожных рекордсменах. Ну, а уложиться нам нужно в минуту 21 секунду. Давайте посмотрим, кто у нас первый. А первый игрок с ником Fonchek554, который уложился в минуту и 13 секунд. Что ж, если получится, я побью твой рекорд. Поехали. Что скажете? У нас есть место, у меня есть контакты, а у вас? У вас есть пара минут до прибытия нашего первого клиента. Lamborghini Veneno 2013 года. Вот ключи, покажите, на что способны. Я хочу, чтобы об этом заговорили все. Пусть каждая собака знает, что Дорожные рекордсмены – это не шутка. Договорились. Так, и куда мне нужно ехать? Коротенький маршрут в Аранокской лощине. Окей, я понял. Главное ни во что не врезаться. Оп. Аккуратно. Блин, до чего она шустрая. И очень хорошо управляемая. Так, попробую зайти на скорости. Отлично. Блин, пролететь напролом? Полетели напролом. Кого стесняться? Мы же бьем рекорды. Так. Первый. Тяжелый поворот. Да и мне такой уж он и сложный. Она очень хорошо управляется. Блин, крутая тачка на самом деле. Осталось 2 километра. Блин, повороты можно проходить даже не оттормаживая. У меня осталось 10 секунд до победы. Вернее, до побития рекорда. И я его не побил. Но в 3 звезды я, видимо, уложился. Отлично. Всего одной секунды не хватило. Неплохо. Лучше бы исчезнуть, пока клиент не появился. Дайте знать, как будете готовы повторить. Ладно. Я думаю, что-нибудь скандинавское. Да. 3 звезды получено. Посмотрим, на каком я месте. Блин, я думал, займу хотя бы второе место. Ну да ладно, продолжаем. Второй автомобиль это Königseek One 2015 года. One отличается невероятным соотношением мощности к весу. Один к одному, отсюда и название. Это первый допущенный к производству автомобиль с мощностью мегаватт. Первый в мире серийный мегакар. Испробуйте его в дорожных рекордсменах. Для получения 3 звезд мне нужно набрать 330 километров в час. И кто же у нас первый? А первый у нас, опять же, Пончик 554 с рекордом 395 километров в час. А еще он занимает 58 место среди всех игроков. Что ж, неплохой результат. Навряд ли я его побью, но хотя бы попробую получить второе место. Поехали. Прошлый раз гонка была невероятная. У меня телефон звонит не переставая, но это будет еще лучше. Только это. Вы с собой темные очки взяли? Ладно, неважно. О чем ты? Кёниг Зигг 1-1. Кёниг Зигг 1-1. По одной лошадиной силе на каждый килограмм массы. Только шведы могли придумать что-то столь простое, при этом дикое. Интересно, и сколько он весит? Куда мы отправляемся? К замку Бамбара? А он не близко. Ладно, поехали. Мне надо набрать 161 километр в час всего лишь. А, это для одной звезды. Окей. Целимся на скорость 400 километров в час. Насколько я помню, там есть хорошая прямая, на которой можно разогнаться. Так почему бы не воспользоваться этим? В принципе, на повреждения ограничений нет. На время тоже, по-моему, ничего нет. Ну, две минуты мне хватит. Да, и клиент будет чуть раньше, так что простите, если что не так. Окей. Теперь мне надо удерживать максимальную скорость. Но, после этого поворота, там, насколько я помню, будет прямая. Блин. Она очень крутая, на самом деле. Не думал, что она так хорошо будет управляться на скорости. Да-да-да-да-да-да. Я помню, здесь поворот очень неприятный. Так, вообще, там будет небольшое ответвление, после которого надо будет... ...вывернуть напрямую, и там уже не сбавлять. Но здесь мне придется немножко сбросить. А, нет. А, нет, это на следующем повороте будет. Окей. Ну что, готовы? Блин. Слишком, слишком сбросил. Ну, давай попробуем набрать. 395, говоришь? А, я понял. Он просто с другой стороны заехал. Окей. Вы только что прокатились на первом мире мегакаре. Как ощущения? Скорость 362 км в час. Свяжитесь со мной чуть позже. Он сказал что-то про Феррари. Отлично. Три звезды получено. На каком я месте? Блин, а я опять не занял то место, которое я хотел. Всего лишь шестое. Ну да ладно, три звезды получено, поэтому продолжаем. Следующий автомобиль это Феррари FXXK. Феррари FXXK надменно отвергает требования и предписание регуляторов авторынка. Ка в его названии отсылает к КЕРС, системе рекуперации кинетической энергии, оптимизирующей поведение машины на трассе. Что бы это ни значило. Прикоснитесь к совершенному итальянскому дизайну в дорожных рекордсменах. Для трех звезд мне нужно уложиться в минуту 35 секунд. Ну а первое место у нас занимает Тимир Булатов. С результатом в минуту 26. На этот раз попытаюсь попасть хотя бы в тройку друзей. Поехали. Помните, я вам Феррари обещал? Так вот, не хотите ли прокатиться за городом и посмотреть какую скорость она выжимает? Это FXXK 2014 года, так что скорость у нее внушительная. Значит это не FXXK, а FXXK. Надо запомнить. Это все мой английский. Скорость 177 км в час. А, ну нужно держать минимальную скорость. Окей, я тебя понял. Блин. Так тут же трафик. Ладно, попробуем побить хотя бы чей-нибудь рекорд. Блин, до чего она управляемая? И до чего она быстрая? Ай, как сложно-то. Я уже отвык от гиперкаров. И трафика, по-моему, больше стало. Так. По-моему, самые сложные повороты пройдены. Или нет? Блин. По-моему, самое сложное только впереди. Ладно, сконцентрируемся на дороге. Извините, но я тороплюсь. Так. Простите. Мне по этой полосе важнее было ехать. Минута 23. Нет, я не успеваю, потому что... Блин. Вылетел передний мост. После прыжка. Есть! Я знал, что все получится. А теперь дышите глубже и расслабьтесь. И позвоните мне, когда сможете продолжать. И... Я получил 3 звезды. И какое место я получил? А занял я всего лишь пятое место. Ну, если бы я повторил еще пару раз, то думаю, догнал бы хотя бы пончика. Ну, да ладно, 3 звезды получено, поэтому продолжаем. Следующий автомобиль это Зенва СТ-1. Зенва СТ-1 16-го года до последнего винтика собирается вручную на датском острове Престё. Или Престё. Это прекрасный образец датского дизайна и шедевр конструкторской мысли. Прокатитесь на нем в дорожных рекордсменах. Окей, мне надо набрать 330 км в час. А первое место у нас занимает... МИДА 1002. Со скоростью 342 км в час. Ну, а я хотя бы попробую приблизиться к этому результату. Поехали! Следующий клиент у нас из Дании. Видимо, даже до него дошли слухи о нашем приключении со шведским Кёнигзик. Датчане не любят быть вторыми на дороге, как и на футбольном поле, так что... Вот следующая тачка. Думаю, комментарии излишни. Возьмите ключи и оторвитесь на всю катушку. Договорились? Погнали! Выезжаете из города на юг? Я добавил маршрут в навигатор. Ограничений по времени у меня опять-таки нет. Какое оно здоровое и широкое. У меня такой нету. Надо будет купить. И, блин, она тяжелая. Очень в плане управления. Ой, как тяжело заходят повороты. Не надо постараться ни во что не врезаться. Ну, по-моему, это будет проблематично. Эх, как она заваливается. Ладно. Попробуем хотя бы доехать до места. А там будет видно. Так, давайте прицелимся, где это находится. Это у нас... А, напрямую. Ну, тут ничего сложного. Пара поворотов, и я выйду напрямую. А там можно будет разгоняться. Аккуратней. Блин, до чего ж ты заваливаешься по всем поворотам? Тебе бы спойлер. Повыше. Или получше. И немножко тюнинга. Все, я, по-моему, выхожу напрямую. И надо постараться ни во что не врезаться. Надеюсь, там никого нет. Так, 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 так. 341 км в час. Ну, ваш вердикт? Зенвей или Кёнигсик? Дания или Швеция? Не хочу знать. И клиенту тоже не говорите. Лучше позвоните, когда захотите продолжить. Хорошо. Три звезды получено. Отлично. И мой выбор Кёнигсик. И на каком я месте? Ну, наконец-то я занял хотя бы второе место. До Миды не хватило всего одного километра в час. И я думаю, если бы я не подпрыгнул в конце, а проехал аккуратно, я бы набрал большую скорость. Но три звезды получено, поэтому продолжаем. Следующий автомобиль это Астон Мартин Вулкан. Астон Мартин Вулкан может похвастать улучшением аэродинамики корпуса и сокращенной зубчатой передачей, что увеличивает прижимную силу машины и дает лучшую управляемость, то есть выигранные на круге секунды. Испытайте Вулкан в дорожных рекордсменах. Для трех звезд мне потребуется набрать 306 километров в час. И первое место у нас занимает... Если я правильно расшифровал, то ник игрока Колми Егор. Ну, а результат у него 324 километра в час. Кстати, до сотой секунды он разделил место с Готс оф Турбо. Ну что, попробуем приблизиться к этому результату. Поехали. Вы уже видели DB-11, который Бекки пригнала для своей документалки? Я не хочу, конечно, воровать у нее славу, но... Мне есть чем ответить. Астон Мартин Вулкан 820 лошадей подходит и для трассы, и для улиц. Еще я перекрыл для вас кое-какие дороги. За это отдельное спасибо. А тут трафик меня уже изрядно поднадоел. Мне. Я хочу, чтобы вы пролетели мимо этого радара быстрее молнии. Есть вопросы? Погнали. Нет вопросов. Это... Одна из моих любимых тачек. В плане управления. Тут только посмотри, как она рулится. Окей, мне надо набрать 300... Я уже забыл, блин. Интересно, зайду в этот поворот широко? Да? Отлично. Отлично держит дорогу. Надо себе купить. Так, сокращаем, как и в тот раз. Аккуратненько. А, и где сам радар? Радар находится на повороте. Надо просто зайти в поворот аккуратно. Я понял. Потренируемся на этих поворотах. Так. Блин, у нее ограничитель стоит на поворачиваемость. То есть она немножко не доворачивает. Но ничего. Постараюсь... Зайти в поворот плавно. Чтобы не сбросить скорость. Так, вот он, последний поворот. И мне надо... Держаться... Так-так-так-так-так-так. Аккуратней. 324, 326. Превосходно. Теперь есть клиенты, спросят, чем мы тут занимаемся. Я просто покажу им снимки. А с вами мы еще увидимся. И? Три звезды получено. А какое место я занял? Ну, наконец-то, первое место за мной. Попробуй побить мой рекорд. Поехали дальше. Следующий автомобиль Пагани Зонда Синк-Ю. Если я правильно прочитал это название. Зонда Синк-Ю Родстер был выпущен всего в пяти экземплярах. И в этих пяти машинах для избранных покупателей был вложен весь конструкторский гений Пагани. Испытайте его в дорожных рекордсменах. Для получения трех звезд мне нужно успеть за минуту 20 секунд. Ну, а первое место у нас занимает Готс оф Турбо. С результатом в минуту 18. Тут на самом деле очень тонкая грань. Минута 18 у целых пяти игроков. Что ж, попробую попасть хотя бы в эту пятерку игроков. Поехали. У нашего сегодняшнего клиента задача чуть полегче. Приятная погулка по сельской местности, но в чем-нибудь элегантном, эксклюзивном. Итальянском. Окей. Так что я раздобыл... Синк-Ю, правильно. Так что я раздобыл Пагани Зонда Синк-Ю. Их во всем мире всего 5 штук, но репутация дороже денег. Маршрут готов. Покажите всем, что мы не бросаем слов на ветер. Договорились. На самом деле это уже третья попытка, потому что я тупо не успеваю проехать этот маршрут. Какой-то он... Да ёлки, откуда этот стол появился? Его там не было. Мне попадается какой-нибудь трафик, который выскакивает очень неожиданно. И я в него врезаюсь. И вообще, я постараюсь поменьше болтать, потому что мне надо сконцентрироваться на дороге. Иначе я тупо врезаюсь. Ну ладно, ладно, иногда буду побалтывать. Так, здесь попробую проскочить напрямую. Главное, не перенавернуться. Ой, как хорошо проехала. Ну как, расслабляет? Да хрена с два, ты посмотри, сколько здесь трафика. Минута двадцать, три звезды. Блин, я набирал минуту двадцать одну. Но минуту восемнадцать я точно не наберу. Это всё на что ты способна? Какая-то у неё маленькая максимальная скорость. Так, последний поворот. И хотя бы... Три звезды хотя бы, ну... Есть! Так и скажу клиенту, в этой тачке он сможет расслабляться до упаду. А вы обязательно возвращайтесь за следующей, у меня уже есть пара идей. Ну что, я набрал три звезды? Отлично! И какое место я занял? Ну хотя бы не последнее. Три звезды получено, поэтому поехали дальше. Следующий автомобиль это Хеннесси Веном. Многие считают Веном GT идеальным гиперкаром. Эта собранная вручную машина способна обойти любой серийный автомобиль на скоростях от 80 до 402 км в час. Распробуйте её в дорожных рекордсменах. Для трёх звёзд мне надо набрать как раз таки 402 км в час. Ну а первое место у нас занимает Тимир Гулатов со скоростью 416 км в час. Давайте попробуем вытянуться до этого рекорда. Как дела? Рад вас видеть. Наш следующий экспонат стал бы самой быстрой серийной машиной в мире. Если бы их выпустили достаточно, чтобы считать серийной машиной. Хеннесси Веном GT 12 года. Ручная сборка с упором на скорость и управляемость. Передаю его вам ради тех же целей. Да, кстати, я катался на этой машинке, и она достаточно тяжеловатая. Кстати, похоже на лотус. Если так присмотреться, очень похоже на лотус. И это разве ручная сборка? Ну ладно. Так, где сам радар располагается? Он располагается на прямой, так что сложности не возникнет. В принципе, можно не торопиться. Имею в виду до самого радара. Ну так чего они тяжелые, эти гиперкары? Особенно на поворотах. Так, ну а теперь аккуратно заходим в поворот. И можно разгоняться, потому что там будет прямая. Через кружок я, наверное, тоже пролечу. В 402 километра в час. Офигеть. Сможешь разогнаться после прыжка через этот кружок? Давай. Так, неплохо. Неплохо. Удержал. Но 400 километров я не наберу, блин. Или наберу. Давай, давай, давай. Тяни, 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 тяни. Сколько. Ничего безумнее я в жизни не видел. Уф, мне надо отдышаться. Пока клиент не прибыл. Увидимся в следующий раз. Пока. Так, три звезды получено. И какое место я получил? Да ну, это позор. Но, как говорится, три звезды получено, поэтому поехали дальше. Следующий автомобиль Bugatti Veyron 11-го года. Единственный серьезный конкурент Veyron Super Sport с двигателем на 1200 лошадиных сил и измененной аэродинамикой корпуса. И никакого встроенного ограничителя скорости. Он ваш в дорожных рекордсменах. Для трех звезд я должен уложиться в минуту 50 секунд. И первое место у нас занимает Axel Metal Rus, если я правильно произнес твой ник. Ну, а результат у него минута 40. Но я постараюсь хотя бы приблизиться к этому результату. Поехали. Мне кажется, Феррари FXXK вам особенно приглянулось. И вы в этом не одиноки. Нам постоянно звонят фанаты. Неправда, мне понравилась другая тачка. А вот Bugatti Veyron Super Sport. 11-го года. Целых три года он был самым быстрым серийным автомобилем в мире. Ваш на... Не волнуйтесь, время есть. Если надо, я их задержу. Интересно, кого? Мне надо уложиться в определенное время. Если ты кого-то задержишь, и они смогут скинуть мне пару секунд, то будет очень здорово. Блин, тачка мне всегда очень нравилась, но почему-то в Horizon я ее еще не купил. Так, а как она в управлении? Сейчас узнаем после первого же поворота. Ну, достаточно хорошо отворачивает. Вернее, поворачивает. И держит дорогу. Так, мне надо пролететь этот кружок напрямую, как обычно. А куда потом? В горы? Да ну нафиг. Йоги! Блин, я, кажется, потерял скорость. Ладно. А, мне еще надо уложиться в скорость 161 км в час. Я имею в виду ехать не менее. Окей. Здесь достаточно сложная траектория для гиперкаров. Читать я его точно не успею. Так, я думаю, откуда опять классика играет? А это я радио не отключил. Так, осталось 2 км. Я постараюсь сконцентрироваться на трассе, потому что здесь очень резкие повороты есть. Блин, да чего, ну, прикольная аэродинамика. Я имею в виду этот спойлер. Блин. Тяжеловато, на самом деле. Интересно, кто-нибудь пытался проехать напрямую? И вообще, возможно ли это? Так. И финишная прямая. Блин, минута 50, я могу не уложиться. Есть. Ну все, пора возвращать Верон. Нет, нет, придется вернуть. В следующий раз подберут что-нибудь не хуже. Я думаю, Мерседес. И? Есть. Три звезды получено. А какое место? И опять тотальный позор. Ну да ладно, три звезды получено, поэтому продолжаем. Следующий автомобиль это Мерседес Бенз АМГ GT-R. Мерседес с АМГ буквально напичкали этот гранд-турер новейшими автомобильными технологиями, испытанными на самых сложных трассах мира. Высокая маневренность, улучшенная динамика вождения и надежное сцепление делают эту машину несравненной в классе GT. Обратите на нее внимание в дорожных рекордсменах. Для получения трех звезд мне нужно уложиться в минуту 30. Ну а первое место у нас занимает... Опять Аксель Мэттель Рус. Со временем минута 26. Ну а я попробую приблизиться к этому результату. Поехали. Если клиент хочет настоящий GT, сделанный с ювелирной точностью, то в дело вступает Бенз. АМГ GTR 2017 года с нуля до сотни за 3,6 секунды. Максимальная скорость... Чуть выше 322 км в час. Готовы взяться? Конечно. АМГшки мне всегда нравились. Особенно звук мотора. Окей. Мягкий старт. Аккуратный поворот. И газ в пол. 5 километров. Офигеть. А можно сократить? А... Нет. Тут лучше ехать по прямой. И наверняка делать это аккуратно. Пошел в задницу. Я тебя читать не успеваю. Мне надо сконцентрироваться на дороге. Так, этот поворот очень простой. Я его перепутал с другим. А вот здесь уже придется немножко притормозить. Да. Она отлично поворачивает. Мне этого так не хватало. Блин, здесь я сильно оттормозил. И потерял, наверное, полсекунды. Так, попробуем пройти эти повороты. Ну, на медленной скорости, на небольшой, в районе 250, достаточно легко управлять машиной. Но когда скорость уже за 300, это становится чем-то невероятным. Как, например, гидберкары и командные гонки против непобедимых драйватаров. Это самое веселое. Ёлки-палки. Но здесь он не тянет уже в гору. Вроде я достаточно оптимально проехал дорогу. Этот путь. Интересно, сколько я... На какое место я попаду? Минута 26, насколько я заметил. Хорошо, оставьте машину здесь. Я сам передам клиенту. И будьте готовы к следующему звонку. Далее у нас в программе кое-что особенное. Вы не поверите своим глазам. Три звезды есть. И на каком я месте? Блин, ну совсем чуть-чуть не хватило до первого места. Но я был очень близок. Три звезды получены, поэтому поехали дальше. Последний автомобиль в этом проекте это McLaren Sina 2018 года. Sina не признает компромиссов. McLaren отказались от всего лишнего, чтобы создать абсолютный спортивный автомобиль для самого взыскательного водителя. Испытайте его в дорожных рекордсменах. Для получения трех звезд мне нужно успеть за три минуты. Ну а первое место у нас занимает... Пончик 5-5-4 со временем 2 минуты 45 секунд. Ну хорошо, Пончик, я должен тебя победить хотя бы в последнем испытании. Поехали. Знаете, когда я вас подписал на это все, у меня в голове с самого начала была... ...очень похожая картинка. Это McLaren Sina. Не спрашивайте, как я его добыл. Просто садитесь за руль и пусть все узнают, что этот автомобиль уже на фестивале. Итак, попытка номер 4. И все из-за моей невнимательности и глупости. Сейчас я просто проеду этот отрезок и все. Ну как отрезок. 13 километров пути. Поехали. Я постараюсь молчать. Потому что когда я молчу, я идеально прохожу повороты. А когда я стараюсь комментировать, я вечно делаю какую-нибудь хрень. Все. Молча пролетает этот кружок. Аккуратно. И молча... Не получается молча. Блин. Главное, я его проехал. Он говорит, заранее позвонил Кире. Так, поворот. Поворот. Есть поворот. Второй поворот. Тоже есть. Блин, да чего? Приятно на ней проходить повороты. Но она будет обязательно себе ее купить. Или если кто-то знает, как получить ее после вайпа. То есть сброса профиля. То подскажите, пожалуйста. Потому что код был введен. Я имею ввиду промо-код на Сина. Так, попробуем пролететь. Есть. Блин, да чего она крутая. На ней можно даже не тормозить. А где весь трафик? Мне же скучно. Ну как скучно. Уже четвертый раз начинаю эту гонку. Так, полпути я проехал. Сейчас осторожно. Да куда осторожно? Тут все идеально проходится. Так, вот здесь. Немножко надо было оттормозить все-таки. И походу здесь придется. Широко зашел. Ладно. Ничего страшного. Нужно просто доехать эту гонку. И получить свой приз. За 30 звезд. Интересно, какое место я займу среди всех друзей и подписчиков. Кстати, кому интересно, можете добавляться мне в друзья. Ник? Так, сейчас, секунду. Сейчас будет сложновато. Кому интересно, Ник могу оставить в комментариях. Ну, а вы увидите себя в следующем ролике. Аккуратно. Аккуратно. Один километр. Отлично. Походу, конечная точка на фестивале. Крит-рекорд. Педаль в пол. Ну все, прямая. Ну что, какое место я займу? Давайте ставить. Надеюсь, хотя бы в пятерку попаду. Вы справились. Вы справились. Увидимся на фестивале. Но не забывайте и про автосалон в Эдинбурге. Заходите хотя бы иногда. А можете и какую-нибудь машину взять для гонок? Это хрена с два. Это очень сложное испытание было. Три звезды получено. И какое место я занимаю? Ну что, ребята. У меня есть две головы, на которых я побил все рекорды. Я доволен результатом. Три звезды получено. Поэтому продолжаем. Знаете, что самое приятное в этой работе? Смотреть на лица людей, когда они видят вас за рулем. И это все, что ты мне скажешь? Ну, что я говорил. Вот я и самые быстрые машины в мире. Это залог успеха. Я скоро перезвоню. Хорошо? Окей. Договорились, мой друг? Ну, а в награду мне дали легендарный гиперкар Zenvo ST1. Что ж, неплохой автомобиль. Хотя очень тяжелый в поворотах. Ну, а на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. Добавляйте меня в друзья, чтобы увидеть себя в рекордах. Ну и всем пока.